Всем привет! Возвращаюсь к старому приветствию, то есть говорю спасибо всем за то, что вы пишете комментарии под моими монологами, за то, что их смотрите в первую очередь, за то, что мы обмениваемся своими мнениями. Это очень приятно, на самом деле, когда у кого-то есть мнение и мы, соответственно, обмениваемся вашим мнением, моим мнением, мнением кого-то еще. Это жизнь, это здорово. Ну а сейчас я хочу вспомнить замечательную классику. Что значит вспомнить? Я о ней никогда не забывал с того момента, как она появилась, хочется сказать, на свет в тот момент, как она появилась в продаже. Double Fantasy, Джон Леннон, Йоко Оно. Ой, сколько про этот альбом наговорено всего и восторженного, и нелицеприятного. Очень много критики, очень много хвалебных высказываний. Я ко второму склоняюсь, к хвалебным высказываниям, потому что альбом, на мой взгляд, совершенно гениальный и на данный момент времени является моим любимым у Джона Леннона, у сольников Джона Леннона, будем так говорить. На данный момент времени, потому что, ну, трудно сказать, ваша любимая пластинка, ваша любимая группа, да. Согласитесь, что ваша любимая пластинка, в зависимости от времени, от вашего состояния, от настроения, от происходящего вокруг вас, позиции свои может изменить. Сегодня у вас одна любимая пластинка, завтра у вас другая любимая пластинка. Это нормально, это совершенно нормально. Ну, вот на данный момент времени вот этот альбом для меня, конечно, номер один из всего того, что выпустил Леннон соло, что не исключает любви ко всем остальным его работам, особенно к пластиковому бэнд, который называется Мада еще иногда. Но они абсолютно разные, конечно. И настроение вот этого альбома, оно на сегодняшний день больше всего соответствует тому, что бы я хотел слышать, с чем бы я хотел существовать. Хотя эту пластинку мы любили с самого начала, как я уже и говорил. И Витя Цой обожал этот альбом совершенно и ходил, напевал «Beautiful, beautiful, 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 beautiful boy». А мы все смеялись и пели «Beautiful, beautiful, beautiful Цой». Вот так. Но он действительно этого пластинка очень любил, что говорит о его прозорливости, отличном музыкальном вкусе и способности рассмотреть то, что скрыто под поверхностью, под первым слоем восприятия. Под первым слоем музыки, которую мы воспринимаем так вот сразу, так раз, а он копал глубже с первого же прослушивания. И он въехал в этот альбом, просто въехал на полной скорости и уже не выезжал обратно. А мне тоже она дико понравилась, и мы очень часто ее слушали, как я уже говорил. Пластинка очень светлая, очень светлая, праздничная даже в каком-то смысле. И ее надо слушать в Новый год. Ну, то есть, опять-таки, я говорю, надо, ничего не надо. Ее приятно слышать в Новый год. Слушать-то. Я заговариваюсь от восторга даже. Она излучает просто свет и тепло. И не такое, как альбом «Imagine», например, да, слишком личный, слишком такой интровертный, в принципе. Хотя и «Imagine», да, это такое послание человечеству. Но, тем не менее, эта пластинка тоже личная, но она вся пропитана любовью. И эта любовь просто из нее течет, бьет лучами теплыми. И это настолько здорово. Так получилось. Такое редко бывает. Но мне в ответ скажут, что ох, 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 эта пластинка плохо продавалась и стала продаваться хорошо после того, как убили Джона Леннона. Сразу продажи выросли. А до смерти Леннона она, мог, была так себе. Ну, во-первых, она не была никогда так себе. Она всегда хорошо продавалась. Просто она не занимала первые места. Но это ни о чем не говорит. Потому что 80-й год – это год совершенно другой музыки. Новые поколения выросли, которые слушали вообще другую музыку. 80-й год. Представляете, что это такое, да? Старый рок уже немножко просел. Вообще в целом. Весь просел. Потому что пришла новая волна. Панк-рок уже ушел, уже успел уйти. Пришла новая волна, новые романтики, электропоп, новое звучание, новые группы, новые песни, новый подход. И все это, конечно, покупалось гораздо больше, чем пластинки Леннона и того же самого Маккартни. Который тоже не находился на вершинах популярности в те годы. Я уже не говорю о пластинках Харрисона, о пластинках Ринга. То есть это все нормально. Все занимают свою нишу. Мода же меняется. Продажи, они диктуются модой, в первую очередь, а не качеством музыки. Хотим мы этого или не хотим. Но, тем не менее, альбом звучит современно до сих пор. И на тот момент времени он, конечно, был чем-то уникальным. С одной стороны, это старый рок уже Джон Леннон, как представитель того еще поколения, да, там 60-х. С другой стороны, он записал настолько современный и технологичный альбом. И я повторюсь, он звучит до сих пор просто на ура. Ну, огромное количество музыок. Ну, не огромное, но довольно большое количество музыок. У меня вот вкладочка помята, потому что это оригинальчик. У меня все-таки еще тех лет. А есть и новые первоиздания в числе двух на полках стоят. Просто мне лень коробки доставать все эти, разглядывать. Ну, конечно, Тони Левин на бас-гитаре. Что вообще интересно, наверное, для многих, да, для тех, кто не знает. Это Тони Левин, да, Кинг Римсон, все дела, все то, да. Эрл Слик на гитаре вместе с Ленноном играл. Эрл Слик – это замечательный музыкант, замечательный гитарист, который работал с Дэвидом Боуэй очень много. И это специалист. Ну, во-первых, высокотехничный гитарист очень у него. Во-вторых, он специалист по звуку, по электронным всяким штукам. Манера игры у него очень интересная. И он такой авангардист, можно сказать. Такой же, как Тони Левин на бас-гитаре. Ну, и вот эта вот связка Леннона с Йока, которая многих раздражает людей, которые почему-то по непонятным для меня причинам совершенно необъяснимым, не любит Йока Уона. Я не могу этого понять, если вы любите Джона Леннона. Джон Леннон любил эту женщину. Она ему давала силы, она ему давала стимул для творчества. Она его двигала вперед, когда он не мог двигаться, когда он чувствовал себя плохо в силу употребления различных препаратов и депрессии внутренней. Любовь – это великая вещь, но отношение фанатов того или иного артиста к женам того или иного артиста, оно, в принципе, одинаковое. В этом ничего нового нет. И я лично знаю троих очень мощных музыкантов, отечественных, и их жен. И я знаю отношение фанатов этих артистов к женам. Все их, в большинстве их ненавидят. И говорят, что вот, если бы не она, он бы дал бы еще бы ого-го чего. А на самом деле все наоборот. Потому что если бы ее не было, неизвестно вообще, был бы жив этот человек и смог бы он что-либо писать. Потому что двигает артистам любовь, а жена всегда помогает. Жена дает эту любовь и, я уже говорил, да, толкает творческую личность вперед, помогает ей и служит подпоркой, когда он готов упасть. Это чистая правда, это факты жизни. Я вижу своими глазами, как это происходит в силу возраста, в силу большого круга общения. А уж говорить про йока, это вообще отдельная история. Эта женщина столько сделала для Джона, сколько никто, наверное, не сделал. Вот так вот. Но о музыке, о музыке я могу сказать, что великолепные песни, которые я слушаю без конца. И достаточно послушать песню Woman хотя бы Джона. Такая раскрывается панорама. Просто если некоторых музыкантов известных можно сравнить там, да, с залом в Эрмитаже импрессионистов, очень красиво, ходишь сюда, интересно, здорово, то эта песня, она как дворцовая площадь. Она сразу, бах, одна-единственная песня. Все записано прекрасно. Джек Дуглас продюсер. И Леннон, и Йоко продюсировали все вместе. Потрясающий звук, просто вот раскрывается мир перед тобой. Одна-единственная песня Woman. Про остальные я и вообще не говорю. What's in the Wills, например, произведение, оно полностью соответствует моей сегодняшней жизненной позиции, если кому-то интересно. Во-первых, песня хорошая. Во-вторых, она очень умная и очень личная, опять-таки. И, ну, просто здоровская. Начинается альбом Just Like, кстати, нового. Все начнем, все пойдет как надо. Все, это такой бодряк. И вот вступление гитарное, пение Джона, спето все великолепно на всем альбоме. Просто такой голос, вот второе дыхание открылось у Джона. Ну, во-первых, он отдохнул, как следует, на Бермудских островах. И половину материала написал, будучи на Бермудах. Солнце, море, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Поэтому настроение передается абсолютно. И вот за слайд, кстати, нового. Прямо все, пошли. Второе дыхание и вперед. Отлично спето, отлично записано. Кис-кис-кис, йо-ка-оно. Пошла новая волна, та самая. Что тут говорить? Та самая новая волна, очень качественно, очень современно и трендово, я бы сказал даже. Записано, сведено и саранжировано, сведено. И мы получаем отличный, простите за выражение, продукт. Это очень качественно и откровенно. И вот эти крики оргазмические в конце йо-ка-она. Все на месте, все здорово и настроение передается. Clean up time. Опять-таки она рифмуется с watching the wheels. Когда Лена наблюдает за суетой бесконечной и говорит, что меня это вообще не трогает. Я смотрю на эти вращающиеся ваши колеса, на вашу вот эту вот гонку друг за другом. И вы спрашиваете, что я так сижу и не участвую в ваших тусовках. Ну, отучаствовал уже. Нет, уже неинтересно. Я здесь нашел свою ноту. Как сказано в одном анекдоте. А clean up time как раз пора очиститься. Пора прийти в себя и забыть старое безумство. И двигаться дальше уже в новом настроении, в новом качестве. И очень хорошие духовые здесь такие фразочки вставлены туда. Игривые весьма. Все с юмором сделал. Несмотря на то, что серьезно, все везде легкий юмор присутствует. Ребята, не падайте духом. Это рок-н-ролл. Это рок-н-ролл. Это очень кайфово. Кайфово. Give me something. Песня Йоки жесткая. Опять-таки та же самая новая волна. Но жесткач такой серьезный. Серьезный. Мир суров. Мир жесток. Но я пробьюсь. Я пройду, пробьюсь. И тут Йока дает настроение очень такое хорошее. I'm losing you. Леннона. Которая написана на Бермудах. Тоже песня. Заскучал по Йоке. Написал I'm losing you. И многие считают эту песню одной из лучших песен Леннона вообще. Среди всех его песен. Я так не считаю, но она великолепна. И прекрасно спета. Прекрасно спета. Гитарная аранжировка очень хорошая. Гитарные партии. Там сдвоенные гитары. Эти в интервальчик сыгранные. Просто красота. Я не понимаю, что здесь можно критиковать. Просто не понимаю. Ей-богу. I'm losing you переходит в I'm moving on Йоки Уона. Где она как бы отвечает на страдания Джона Леннона. Так получилось. Так склеились эти две песни. Вот эта песня Йоки является продолжением I'm losing you. Йока отвечает, что я суровый человек. Не надо тут нюню распускать. Все будет хорошо. Ну и прекрасный Beautiful Boy, который я обожал Цой. Очень сложно аранжированная песня. Такая колыбельная. Там так накрученная партия инструментов, что сиди и разбирайся. Будь здоров. При этом очень красиво, все легко. И воспринимается на ура. I'm your angel спела Йока. Очень сложная вокальная песня. Очень сложная. Она одновременно и какая-то из американских салунов. И какая-то а-ля Фрэнк Синатра. Туда, в эту сторону, американского джазового пения. И для вокалиста она очень сложная. Йока с ней справилась. Вообще она поет здесь все в порядке. Это нормальная женщина-вокалист. Вокалистка, можно сказать. Но другое дело, что в I'm your angel там настолько все непросто. Такие высокие ноты, что чуть-чуть микроскопические какие-то подъездики есть у Йоки. Вот она, видимо, просто мало занималась концертмейстером. Но это очень сложная вещь для пения. Просто действительно. Но на первый взгляд, на первое прослушание раз. И кажется, что все спето супер. Супер замечательно. Обалдеть, как она умеет петь. А копаться можно дальше там сколько угодно. Блох искать. Это уже дело 25-е. Beautiful Boys. Очень злобная песня Йоки. Очень тревожная. С прекрасным выходом акустической гитары вперед. Неожиданным. Такой наезд гитарный. И пулеметные очереди, стрельба. Все подчеркивает смысл. Да, вы можете спуститься в ад и вернуться оттуда потом. В другом качестве. В общем, это великолепный альбом. И я пошел пить. Пока.